привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий ну а мы продолжаем нашу запутаннейшую историю в игрушке джеминой ру пока еще не очень понятно кто зачем почему откуда и вообще что здесь происходит но я думаю что когда-нибудь кусочки мозаики этой соберутся и все станет на свои места и все станет предельно ясно очень на это надеюсь но а пока что известно кому-то стерли память кто-то кого-то ищет бывший полицейский а может быть не бывший просто находится здесь они в своей рюкс дикции так сказать ищет 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 мэтьюса говарда хорошего друга познакомился во время войны с ним со звездой близнецов вот так мы его должны эвакуировать договорились о встрече в 13 часов он не пришел уже 14 пошли его искать еле-еле забрались в номер отеля где он проживал нас не пускали но все таки кто же нас остановит забрались и вот мы в его комнате мэтьюса говарда будем осмотр везде что делать шкафчик пока его не видно пока его не видно дождь льет может быть закрыть дверь а может быть а о прикрыл да так намного тише стало но все равно что-то трещит я не пойму а ну мы же разбили эту балконную дверь наверное все равно там сквозняк что-то такое что-то слышно слышно как дождь все равно тарахтит но уже не так сильно можно спокойно осмотреться просто обычный шкафчик обычный и стандартный гостиничный шкафчик здесь нет ничего что мне следует забрать с собой хорошо нужно все осматривать потому что ну я не знаю что где может быть нужно лежать мэтт теперь выглядит счастливым рядом с женой и детьми с счастливее чем когда-либо то есть он жил здесь не один а с детьми с семьей эти фотографии принадлежат мэтьюсу не мне ну ладно консоль картины слушать здесь больше ничего и нет стандартная кухня ничего необычного выходи мы знаем что ты там мэтьюс говард мы знаем кто ты такой все кончено это не я это не я это не я это не я мэтьюс говард выходили мы сами зайдем черта что мне делать на балкон а черт они меня пристрелили представляешь они мне убили они наверно подумали что я мэтьюс ничего себе может им сказать что это не я выходи мы знаем что ты там мэтьюс говард мы знаем кто ты такой все кончено что же делать а сбежать я похоже не могу консоль не сейчас мэтьюс говард выходили мы сами зайдем может быть стрелять я не собираюсь стрелять человека которого я даже не знаю мне нужно сначала выяснить кто это они собираются они в нас стреляют даже не выяснил что мы не мэтьюс стоять блин вот так и все что ты все не собираешься стрелять вот это да вот это поворот мэтьюс говард выходи слушай тогда знаешь что быстренько может быть все таки может все таки мне сбежать ну по крайне я недостаточно близко по крайней мере у меня получилось просто сбежать кто же его ищет мэтьюса говарда сюда эта дверь открыта отлично ты что зачем ты подошел надо было убегать блин у меня есть просто какое-то время небольшое время маленькое совсем время пока уйти пока не зашли поэтому мне нужно двигаться быстро я так понимаю очень надеюсь что я правильно понимаю давай переходи сюда через перила перелазь быстро 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 раз два три и может быть останемся здесь на втором этаже жаль взят кроем заперто кроме этого мне не нужно сюда идти быстрее 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 открывай я не могу закрыть ее только изнутри я могу закрыть что Отлично Ну, они убивают меня Подожди, подожди Я, может быть, могу просто спуститься вниз Мэтью Говард, Мэтью Говард В общем, им все равно Может, они, конечно, думают, что я Мэтью Говард Поэтому они в меня стреляют А если я останусь здесь, наверху? Что он сделает? Он, скорее всего, меня не увидит, правильно? Я просто здесь стою Просто стою, мокну под дождем Тихо, никого не трогаю Просто стою С оружием, но я Ничего не могу сделать Отлично Куда ты пошел? Да, он меня и так тоже достает Может, в шкаф? Слушай Он недостаточно большой Ладно Хорошо Но это была мысль Хоть какая-то Идея Не получилось Ну, тогда я думаю, что вниз Все-таки нужно вниз, наверное, по лестнице Да подожди, подойди близко Что ты за беспомощный такой? Ты же невероятно тоже, мне кажется, крутой человек Мне кажется Да У меня нет причины Да как ей нет причины? Ты что, с ума сошел, что ли, нет причины? Достань оружие Стреляй Достань оружие Он не может Он ничего не делает, когда это происходит Мне нужно успеть Мне нужно успеть Куда-то дойти Но я никуда не могу дойти Мне нужно успеть что-то сделать Может, все-таки здесь что-то нужно сделать Я не тороплюсь дать ему понять, что я здесь Я не собираюсь открывать ее для них Я не собираюсь стрелять в человека, которого я даже не знаю Мне нужно сначала выяснить, кто это Каким образом? Мне это не нужно Или мы сами зайдем? Ну и что мне делать? Стоять! Ну и все, сразу меня убивают Ментально Какие будут мысли, а? Какие будут мысли? Я могу закрыть дверь, да? Может, это мне как-то спасет? Может, если я закрою дверь Но они меня будут искать все равно Лестница, но лестница не вариант получается Спрятаться я нигде не могу Ну, я не знаю Единственное, может быть, я не закрывал дверь Может быть, это как-то Поможет их задержать, не знаю Может, позвонить? Ага Последний раз Может, он что-нибудь мне подскажет Напоследок, друг Кейн здесь Кейн! Кейн! Ладно, не важно Ну как не важно Как там дела? Ничего, неплохо Сижу себе на орбите Очевидно Власти Близнецов еще не заметили Что мы созвездие Найди скорее брата Чтобы можно было улететь Хорошо тебе там сидишь в тепле На орбите Ладно А мне что делать? Что мне делать? Блин, что мне делать? Что мне делать? Недостаточно близко Сюда Дверь сломана Ты думаешь, он ушел этим путем? Видимо, он знал, что мы на подходе Уходим Он наверняка где-то поблизости Нужно начать прочесывать город Они ушли Чисто Кейн Похоже, Баррикудан знали о том, что мы придем Они только что были в номере Мэтьюса Проверь сеть, есть переговоры в моем районе Ну как? Кое-что есть, ага Похоже на Баррикудан Но я не уверен Что тут происходит? Не знаю Но похоже, Мэтьюс давно ушел отсюда Я попытаюсь связаться с ним Узнаю в городе Он сейчас Так что мы его забираем или нет? Я к тебе вернусь У Мэтьюса тут где-то должна быть контактная информация Мне нужно позвонить ему и выяснить, где он Ха-ха Все так было просто Надо было просто закрыть дверь Они даже не вышли Они испугались Блин А до этого их ничего не останавливало И уже весь промок И уже весь промок До ниточки Блин Как все просто Как все просто Есть, говорит, какая-то контактная информация Здесь Прикрою пока дверку На замочек не хочешь, нет? Заперто А, уже заперто Картина Мэть всегда говорил, что он разбирается в искусстве Я сам в этом ничего не понимаю Но я думаю, что сейчас консоль Самое время Использовать База данных, новости Подожди, карта нет, мне не нужна Что за профиль? Профиль, информация добавлена Имя Мэтьюс Говард Воздач 35 Место жительства Гибискус Комната 4Е Телефон 1030462 Профессия Инженер Добавлен, скорее всего, телефон Друга, я не знал даже номера Его не было у меня номера Интересно, что же это такое Эй Мэтьюс Алло Кто это? Это Азраил Почему ты не пришел на нашу встречу? Азраил? И ты взял этот номер? Что случилось? Ты не появился Азраил, у меня мало времени Если не выберусь из города Где ты? Я... Ты помнишь, где нас разместили, когда шла... Что? Винчестер Билдинг Ты его помнишь? Прошло уже 10 лет Нет, я не помню Встречаемся за ним через 10 минут Как насчет моего брата? Где он? Мэтьюс Винчестер Билдинг Буду там через 10 минут Мэтьюс Кейн Я тут Мне нужно узнать, как пройти к Винчестер Билдинг Что происходит? У меня 30 минут Увидимся, конец связи Надеюсь Это последний раз, когда мне приходится тащить сюда его жалкое тело Он не мертв Я знаю Давай, пойдем отсюда Дельта-6 Дельта-6 Скорее очнись Я попытаюсь вытащить тебя отсюда Я выяснил, что делает директор Мы не должны были делать это со всеми вами Я попробую вернуть тебе память Добро пожаловать в центр коррекции К сожалению, мы уже потратили достаточно времени Так что у меня нет времени, ни времени, ни желания снова слушать эту запись Здравствуйте еще раз Меня зовут директор Дельта-6 Дельта-6 Проснись, пожалуйста Спасибо Я правда, правда не понимаю, зачем тебе ставить меня в такое неловкое положение и вынуждать снова восстанавливать тебя Ты хоть понимаешь, как обесцениваешь свое обучение, пытаясь убежать и подвергать очистке памяти? Ты понимаешь хоть что-нибудь из моих слов? Прошу, не говори, что тебя стерли речевые способности Я ясно сказал им проводить только некогнитивную очистку Пожалуйста, скажи что-нибудь, что угодно Одного словечка хватит Не говори мы ничего Не говори ничего Давай хоть подумаем немножко, что, черт побери, происходит Мэтью, которого мы искали Он как будто и не готовился о встрече с нами Мы же вроде как бы договаривались Или что там происходит, я не понял Брат он мне или не брат? И кто мне брат? И еще теперь Дельта-6, да? Кто-то тот инженер сказал, что я помогу тебе Я знаю, что задумал директор А директор хочет Хочет Стереть мне память, но я зачем-то ему нужен Нужны способности Дельта-6 А Дельта-6 все время хочет сбежать Приходит к тому моменту, когда хочет просто сбежать Так, а что мы можем сделать? Ну Громкоговоритель, подожди Дверь Еще дверь Карта Я не могу ничего сделать Не могу ничего там сделать Еще одна дверь, с которой я ничего не могу сделать Вот это вообще непонятно что Громкоговоритель Там нечего делать Да-да Отлично, Дельта-6 Я рад, что ты снова функционируешь Вернемся к обучению, которое ты так несмотрительно отверг Другие инструкторы волновались, что вместе с памятью мы стерли тебе и когнитивные функции Такое иногда бывает, поэтому они хотели, чтобы ты прошел еще простые тесты на логику Но тесты на логику – это такая скука, а ты с виду вполне нормален, разве не так, Дельта-6? Буду считать это согласен Так что приступим к интересной части обучения Прежде чем ты предпринял неудачную попытку побега, мы обучали тебя владению пистолетом Посмотрим, не забыл ли ты, как с ним обращаться Иди же, возьми себе новую игрушку А я уже хочу снова сбежать Решетка Я уже ищу Ищу места Которые мне Приведут к свободе Кто-то смотрит на меня Эта решетка закрывает сток Интересно Подставка Здесь лежит оружие Ну давай, ладно Пригодится, может быть, научимся стрелять, почему нет? Ты помнишь, как это делается? Сейчас проверим О, приятно видеть, что ты не забыл основ Добро пожаловать на стрельбище Как ты без сомнения помнишь, укрытие так же важно, как и прицеливание Сейчас ты находишься в укрытии Тебе доступны две позиции, в укрытии и вне укрытия Стрелять можно только высунувшись из укрытия Чтобы менять позиции, нажимай клавиши А и Д Так, хорошо Что это такое? Почему ничего не нажимается? А, вот так Отлично Перейдем к прицеливанию Высунься я из прикрытия Чтобы стрелять, нажимая пробел А прицеливаться? Семь Шесть Как прицелиться? Директор Директор Научи меня прицеливаться Хорошо Теперь расстреляй оставшиеся патроны Как видишь, патроны кончаются довольно быстро Чтобы перезарядить оружие, нажимай R Учти, что делать это можно только спрятавшись в укрытии В настоящем бою ты менял бы пистолета в магазин Сейчас же тебе достаточно нажать на маленький рычажок на боку пистолета Попробуй выстрелить в цель после перезарядки Ну, кстати, в цель я попадаю В цель я попадаю Она вся в точечках В черных точечках 35 метров до цели, а я попадаю Не забыли руки Если хочешь действовать по принципу Один выстрел, один труп Перед выстрелом надо сосредоточиться Нажми КТРЛ, чтобы глубоко вдохнуть Когда ты задерживаешь дыхание, следи за зеленой зоной Она мигает, когда ты готов Стреляя, когда указатель взойдет в этот диапазон Ты гарантированно уничтожишь цель Но такая возможность очень кратковременна Так что пользуйся ей с умом Попробуй метко выстрелить в цель Подожди Очень хорошо, но в бою твои враги не будут стоять неподвижно Они тоже будут прятаться в укрытии и выглядывать из него Попробуй попасть в голову прячущейся и появляющейся мишени Подожди Ну надо как-то выждать момент Вот так Отлично, очень хорошо, Дальта 6 На сегодня это все Чтобы изменить сложность боя Выйди в меню, выбери параметры, щелкните пункт А, ну нет Там у меня стоит средняя сложность Нелегкая, не тяжелая, средняя Пускай будет так Положи, пожалуйста, пистолет обратно на подставку Можно я с собой его возьму? Уважаемый директор А? У меня с собой есть пистолет? Да Ну, он меня, конечно, не выпустит Чтобы дверь открылась, пистолет надо положить на место Хорошо, ладно Положу Отлично Полагаю, ты уже не помнишь, зачем ты здесь? В этом учреждении вы учитесь быть законопослушными гражданами Выполняя приказы, ты сможешь покинуть наше учреждение И вернуться к нормальной жизни Ты видишь талон, который вылез из стены? Такие талоны рассчитаны на три приема пищи Их можно использовать в столовой, вставив в автомат Иди и возьми талон На своей еде и здоровье ты должен заботиться сам Интересно А зачем вы меня тогда учите стрельбе? Меткости? Чтобы я был законопослушным гражданином? Зачем мне это обучение? О, кстати, Дельта-6, пожалуйста Не пытайся больше бежать Стирать твою память нам так же неприятно, как и тебе У нас тут очень напряжены графики Очень мало времени на то, чтобы корректировать тебя и всех твоих друзей Ради всего святого не говори мне, что я должен все повторять Я понятно изъясняюсь? Да Отлично, Дельта-6 Теперь, пожалуйста, выйди из зала тестирования Фух Поиск неавторизованного тестового оборудования Сканирование окончено Думаю, что я унес пистолет, что ли, с собой? Да нет ничего Унесешь у вас Талоны унес На еду Синяя дверь Не думаю, что я смогу использовать вместе Подожди На нем написано, что по нему можно получать из автомата три порции еды В рукаве спрятана записка На которой нацарапано что-то вроде карты Понятия не имею, что это Я, наверное, знал, что мне могут стереть память Для чего-то она мне нужна, эта карта Для чего? Куда идти? Синяя дверь только и все Сканер Она не открывается Ну и ладно Есть еще синяя дверь Синяя дверь, наверное, ведет в другую группу залов тестирования Синяя дверь, наверное, ведет Знак гласит, что это сложенный вход Пациентам вход воспрещен Так я пациент Эй, ты Иди сюда, под камеру Ты что? Ты знаешь, кто я? Я не знаю, кто я Ха Нет Отлично У тебя в рукаве есть кое-что, что принадлежит мне Эй, ты что? Всего хорошего, Чарли Я Дельта-6 Чарли? Она забрала у меня бумажку, на которой были каракули Ну, кому нужны эти каракули? Все, у меня нет теперь карты Что мне теперь делать? Под камеру, чтобы не видно было Синяя дверь Синяя-желтая дверь Красная дверь Холодная на ощупь, не думаю, что она так открывается Синяя дверь, наверное, ведет в другую комнату Хм, ну ладно Холодная на ощупь Зеленая Тоже холодная Что это? Подожди Дверь лифта Кнопки Ящик Дверь с табличкой Ну, если дверь с табличкой На табличке, наверное, написано, что пациентам сюда нельзя, да? Я не могу открыть ее Какая странная штука тут валяется Я не знаю, что сейчас с этим делать Ну, может, как-то подвинуть куда-то Ну, наверное, определенно что-то пригодится Лифт Хорошо Ошибка Цепь разорвана Повторите попытку позднее Может, не стоит пробовать А, стоит попробовать другой Может быть Я не знаю, почему мне захотелось этот Может, здесь цепь не разорвана О, кто опять забыл включить отражающий щит? Кто это? Да-да, ты на пятом уровне О, Дельта-6 никак Это снова я, директор Если ты окажешь мне услугу и выяснишь, почему на этом уровне перестали работать лифты, это будет здорово Ты можешь это сделать? Пожалуйста Я не знаю Выяснить, почему Наверняка ведет флифт Ну, дверь просто У меня недостаточно сил, чтобы открыть ее голыми руками Провод Провод Это какой-то тест Тест проводит директор, да? Ну, я могу, наверное, выйти, правильно? Ну, что это мне даст? Может, что-то я там могу найти А ящик сейчас пнуть ногой, например Дельта-6 Что это ты делаешь? Да не Ты же не хочешь сказать, что забыл, как двигать ящики Ладно Вспомнить это будет нетрудно Чтобы двигать ящик, влево нажимай А Чтобы двигать право, нажимай Д Чтобы залезть на него так и так Все просто Вот зачем Провод, ящик, дотянуться, да? Что-то здесь с проводами не так Понятно Ну, директор просто глаз меня не сводит Поэтому не пнуть ногой, но Вот так я могу его зацепить Оказывается Вот Ну, надеюсь, я Смотри Кто-то пришел Возможно, это директор Следит за мной Надеюсь, я понимаю, что я делаю Наверное, это стоит подключить обратно Есть А, ну все просто Кто-то вытащил просто Спасибо, Дельта-6 Я замолвлю за тебя словечко другим инструкторам Слазь, давай Ну и куда мне нужно ехать? Понять о ними Я перемещаюсь вверх или вниз? Может, поесть Куда-нибудь съездить Сектор техобслуживания Жилой сектор Тренажерный зал Столовая Зал тестирования Ай Давай в сектор техобслуживания Начнем По порядку Блин А, ну ящика нет Да? Цепь разорвана Повторите попытку позднее Ясно Ну здесь смотри Здесь двери Ну Не для меня Жилой сектор Мне не нужен Тренажерный зал Ну поедем Находиться в зоне отдыха В данное время Сопрещено Пожалуйста Проследуйте в столовую Для приема пищи Понял Хорошо Сразу бы и сказали Иди в столовую Я бы пошел На три талона Сейчас как схожу В столовую Ничего себе Ты можешь Ты кто такой Спасибо за талон Приятель Ха Погоди-ка Это Дельта 6 Да, ты меня не трогай Наверное ему Стерли память Пойдем отсюда Быстрые А, это меня Ударили Блин Я думал Я стоял Это меня Меня лишили талонов Лишили памяти Лишили талонов Они украли мой талон Они наверное Одолеют меня Если я погоню за ними Нет Давай погонимся Это единственное Что у нас было Это талоны Теперь мы вообще Без ничего Ха Без памяти Без талонов Они такие же Как я Ну В таком же Костюме И где Эти быки Могут быть? Нет Не в тренажерном Зале В зале Тестирования Может быть? Сходил в столовую Нет Подожди Зал Тестирование Да по-моему Зал Тестирование Это где Я подключал Провода Ящик здесь Тестирование Так я Тогда не пойму Наверное в жилой сектор Находиться в жилой зоне В данное время запрещено Пожалуйста Проследуйте в столовую Для приема пищи Да Уже проследовал я В столовую Для приема пищи Ну что ж Ладно Пойду хотя бы Понюхаю пищу Доброе время Суток Ребят Как дела У вас тут Может у кого Лишний талончик Завалялся Не одолжите А? Зелененькие Синенькие Красненькие Желтенькие Мне наверное К синеньким Нужно Это мои Здесь все занято Люди Люди добрые Дайте пожалуйста Талончик Я не хочу Лезть в драку Зря Дельта 6 Я очень надеялся Что ты полезешь В драку Взгляд у них Такой же Безжизненный Пустой Как и у меня Привет В ответ Только напряженные Взгляды И озадаченные Выражения Лиц Ладно 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 Подожди Подожди Не уходи Не уходи Ну Мы не уйдем Но я уйду Я уйду Ненадолго Но обязательно Вернусь Ну Расстанемся Здесь в столовой И потом Будем выяснять Накормят нас Или нет Или придется Спать голодным Посмотрим В общем Все запутано Все запутано Пока что Все запутано Спасибо что Смотрели И пока пока До новых встреч В системе Близнецов Пока